интересно сейчас будет матч ну надо сказать что все-таки тоже самые последние люди хоми и коров на этой карте вот они часто играли ее как он карту есть получался вот но конечно индивидуальный спину про чем сила если как бы так центры они еще могут постреляться очень хороший опытный игрок и вот он все равно они хорошо оба штуками что и городу карту чуть ну все впрочем пока что говорит об обратном вот вот и и было отлично снарил на респе поднимать его пошло центры да и приходит в помощь ливу давай интересно делал себе себе вел вот этого матча специально пасхалки какие-нибудь читовые пришел как себе на кухню стал на центр просто проезжали со сковородкой все прогоняет получает много демиджа сверху отбивает гранату от ворачиваться от батареи но и вилла заходит портимый магнум и не промахивается он редко он и отходит ждет помощь тиммейта есть конечно прямо инфа окей труба валяется центра должен есть сейчас забирать вот но он тоже находит столь на увезем на кредит получили до выйти получается делает такие легкие так дремним что делать и горы так славы это с гранатами в принципе неплохой урон и на опережение когда нужно было поймать успешно получается сейчас рпг на карте не доступна ни у кого и позиционка в принципе рассказал за команда егор потому что они за мной у него егор конкретно свернуть верхний этаж но проигрывать центре файт на физике блин обильно ну это и фишка и проклятие окей труба есть ухоми вот сейчас трубу выбирать его а нет не егор а у нее я ошибся прочитал момент что ну блин перинка вмешает сделать фраг на центре и возможно немножко устал все таки не морально надавил но у него сейчас есть два орба вот и мы видели что в принципе может не получилось кое-что бывает между прочим и было вот и есть инфа по второму импульс 2 красавчик немножко играть не в пользу да но делает еще третий неподалеку рисунка блин вот это просто за местные такие клач моменты как бы выводят и очень стабильно помогает я думаю что кстати говоря вот команде с и все-таки эвил кирио центре саппорт хотя как бы центре может вполне сам короткий исполнять достаточно опытный сколовый игрок который играет примерно такого чуть-чуть менее так скажем не то что по скиллового вот чуть-чуть менее могу слов подобрать чуть менее жестко что-то центре он панч потому что он может на четверке я на саппорт ему не буду играть ну егор сиделет на хэршот ставит ну по инфекте конечно закручивает эвил да в принципе у него сейчас есть все ресурсы для того чтобы продолжать кроме хп у него 37 стопа не попадает в хэршот закручивает сложно да но зато попадает по своему тиммейту зарядка сейчас достаточно отличная возможность для того чтобы выбивать контроль переключимся на ней таки горами 100 хп посылку магнум дробовик карнату и фактическим образом да разменивается этот размен в принципе в пользу команды и город потому что то что не стабильную ситуацию до негор приходит и получать его захода ну да 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 то есть тут блин хоми все-таки не попадает со второго раза да отдает ее есть по ней инфа и егор идет его уже пик от гранаты превосходно хоми решил о заулынить и кинуть грену окей трубу отдал есть поэтому инфа на умеется собирается блин когда не до центры просто вышел и раскидал да таки фото он будет своим кольтом вот ну как бы рпг у него всегда было кстати если ты играл против центра я так скажу это вообще очень мало фана если у него есть рпг он попадает тебе прямо в рот вот собственно у него есть все ресурсы для того чтобы исполнять у них 2 рпг неосторожно сыграл на принципе это может быть специально было сделано знаю что ты его тиммейк разменяем образом пополнил ему боезапас череда разменов происходит это по счету в пользу для команды пускай центре на немножко достаточно сложно что ускорение привыкать без телепорта и крену узнает он как в себе поведет в принципе выживает в принципе довольно тяжело будет там бэшить с егором потому что все таки карта рыбалска вот они играют за комбайнах карта маминка отлично прослушивается и рашить за комбайнах в данном случае убивать аркаде за ляк довольно тяжело ну да о чем собственно нам говорите достаточно стабильного за они блокируют доминацию да и выбрать да ну мне кажется играет тот фактор еще что ну все таки они немножко подуставшие не самый простой а понятное было выматывая с одной стороны не разыграны но с другой стороны пришли свеженьки хотя кто его знает они могли играть видели этого мне кажется гораздо более интересная будет следующая карта а я кстати посмотри пропустил кто там подключился это я все на рекламу да прибежит что они уже отсосали на пиво санечка не мог бы ты сделать одолжение а вы стримите ну да вроде того да спасибо большое так я бы наоборот заебись по коменте вы получили свой контент может быть но не в этот раз мы тебя позовем ладно ну что ж так я так и не понял какая у нас вторая карта кавернс окей ну я знаю что впрочем за счет своего магнума и из-за того что это фига на лице просто кавернс играется на них играет в центре ее очень любит ну хоть не знаю насчет очень любит вот я в центре обохвастаюсь я в центре обыгрывал в парень был не совсем в форме мне немножко повезло и там был плотный матч с увертаймами но я думаю что она потом подходит и есть много тройков много кольтов ну кто его знает кто его знает может быть Егор начнется с уверением все-таки так вот сейчас мне планирует раш не переключился с зобов комбайна не наносит сожалению большего урона лучше подаймить делает превосходом . мега стрелы за рпг поплачает магнум умирает на респе слова ты как же он стреляет из этого кольта насколько я знаю это вообще практически первоисточниками по его мало того что ну короче него как у кейсера растянутый экран дальше 4 на 3 растянутый личность надеюсь видел такое ну в общем кейс совершенно распространенная практика не пошел в этом еще дальше он мало того что имеет вот растянутые изображения у него еще и FOV 85 то есть ну это конечно сказывается на булке ты вообще хуже вокруг себя пространство ощущаешь но это делает модельки мало того что очень широкими еще и максимально FOV приближен и тебе достаточно легко целится потерялся ну как будто бы чувствуется так что у егоров немножко пусть переструйте вот они как бы несколько рашей провели и даже не убили никого то есть нанесли урон но они без проблем восполнили в своё стопе и продолжают забирать трубу и стоят в принципе достаточно сильнее ну в принципе сама стилистика раши такая от себя она одиночная раша за гранатами с бочками ну да то есть не какой-то спланированный да то есть организованный раши где там один там спамят шарами второй там по шуму как обрывается сверху там аимит с магнума ну видишь нельзя винить егоров за то что у них это не получается это довольно сложно время вспомнить потому что команда SF она играет и готова не только отбивать раши но и готова отбивать организованный раши ну вот так что я не думаю что вот это пусть было бы больше ну может быть может быть в любом случае нужно пробовать пока у них не получается ну вот такой же есть в принципе карта команды находитесь вверху на фарке но Сандро сейчас тп просто у нас на Сандро да да он снимает дефолтную тупу так был сделан но реализован не был да уже жёстко даже не знаю что комментировать у меня такое знаешь как на Татарске вот он происходит да я понимаю да потому что он начинает походить уже на деф матч ну ну на самом деле это так есть я бы сказал что организованный тимп окей слушай Егор взял просто вот когда взял свою руку сейчас главное отбить пары так а так вот вот я об этом понимаешь что они они не только в контроле но и в убивании получают урон выращиваться от физики но Сандро ставит хэдшот и прикрывает свою тиммейтер и не дадут малейшие возможности сделать враг тем временем откроем счет посмотрим так Егор отыгрывает у нас когда 05 вот и ну да многовато конечно смертей у Хоми да один к трём ну что я могу сказать Хоми очень плохо реализует РПГ то есть сейчас он взял РПГ и снова его не реализовал это уже пятое вроде как не было к тебе заказку вот если он допустим нанес урон а одному уреду и потом приключаться на другого и не добив даже вот вот ну кажется им надо пересмотреть подход и допустим удаваться по Гейгуру ну кстати вот видишь еще Сентри не дает им просто вообще шансов типа окей я яснулся в воде я буду сидеть в воде вам нужно комбатчить типа 40 фрагов или нам давайте-ка показывайте что должен окей да начал попадать Хоми немножко из трубы не сглазить бы его давай другую вещь 3 фрага отлично да 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 и у него еще кажется есть два снаряда один да превосходно отлично показывает скажем фраги престижа пусть как бы ну на исход карты они вряд ли повлияют но тем не менее на общий счет на мораль в следующей карте не смог не смог эвел выйти вы вернулся в трубу убил декор и может быть еще там остался наносят урон у него сейчас откатывается как раз магнум нет он решает пить телепорт ну и выходит на свою дополненную точку наверху в центре ловит гранату посылку решает не раши а не раши еще одна посылка ревел разменивает знаешь как они это будут разыгрывать нет а на меня нет струбе а там я понял казус случилось оказывается как ты заметил если ты смотрел за его полом он офигенно вообще увернулся сделал такой микроспрей попал из арбалета почувствовал максимальный момент изменения касаем ног на поверхности сделал сразу и тем самым вернулся от летящего и прямо в него рпг это вот те моменты про которые я говорил чуть раньше тогда вот ты чувствуешь перезарядки скорость полета про джектайлов и прочих штук все временем у нас кажется присталок операций ну это здорово приветствую всех на твиче вот я безумно удалось с ним разобраться как бы там ни было даже если иначе даже не за то что прилагало то у нас есть видео и самое главное что есть звук даже если как бы видео в любом случае можем просто смонтировать его мой мальчик ну просто два таких вот миршота это знаешь прям это как бабл раб знаешь пленка короче с это да 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 такая с пупырьками вот очень приятно да егор вообще просто выстрелки выстрелки здорово окей да конечно же умеет граната зарядку получается как хорошо вернулся вот и поругал его и он исправился пораньше ругать да да егор красавчик два хита тоже умеет сказать зарядку и вообще он просто сейчас очень красивый сделал вот вот он может он постреляться с эвелом вот мне кажется если они проигрывают то вот за счет как бы так позиционки и там доступных тимплей вот может быть ты прав по поводу коммуникации этого им немного не хватает хоми в рпг выходит и тэнами не попадает по нему но знает что он наверно может себя осторожно вести все таки тем временем внизу получает дробь от эвела смотрит и брод еще быстро перепил в принципе кажется еще настрой довольно много решает и даже не дело не в том что даже была игра против не а в принципе исходя из общения с командой Егора я не услышал от них большой надежды ну знаешь нельзя ли нельзя все все-таки ну как бы не ну я на самом деле не понимаю что просто зарегались потому что играть против сильных игроков они хотят им хотелось поучаствовать в жизни как бы они ну игра может быть на максимум возможно в любом нет я про то что у них весьма могут быть шансы потому что как по мне играют допустим лучше чем саби сезавы и при этом саби сезавы саби 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 хорошее хорошее туэлянт какие там или фишер и так далее но он может раздавать но тут же еще речь в тимплее понимаешь люди которые никогда вместе не играли совершенно верно тем более что саби это как раз вот то что я хотел сказать саби 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 язава он довольно инактивный сейчас то есть он практически мало играет не говоря уже о том что ну они мало знакомы саби мало играли вместе у них там разные вообще пути они на разных патриках живут вот а как бы это хомяк поподбиваться протонант так что нормально у них как бы много общих точек красивый счет 111 секунду назад осталось 12 фрагов ну что ж практически в два раза вот сэф совершает встречу на своей план-карте вот что-то у меня есть такое чувство что сейчас надо хомяку особенно подсобраться немножко выдох и показать красивую игру он это может сделать вот да так понятно да Продолжение следует...